На таком фоне украинская МВД расследует более 300 уголовных дел против банков, точнее их руководителей, которые, получив средства от НБУ, тут же выводили их за рубеж. Критическая ситуация в финансовой сфере Украины формирует новую экономическую политику, теневую, а нелегальные и полулегальные секторы. Только по официальным данным приходится почти половина всех сделок и операций. У бизнесменов при этом цель уже не прибыль, а выживание. Из Киева Юлия Ольховская. В фирме предпринимателя Андрея Остапенко спрос на наружную рекламу упал на 70%. Редких клиентов компания старается удержать, играя по их правилам. Пожелания, как правило, у всех одни и те же. Взаиморасчеты ведем в основном за наличные. Но это не наша прихоть, так тенденция на рынке. Так хотят заказчики, клиенты. Поэтому мы так же делаем. За наличные, значит, мимо налоговой. С расширением серых схем растут бюджетные потери. Продавцы и покупатели теперь предпочитают проводить сделки за наличный расчет. И все чаще в долларах, а не в национальной валюте. У нас дошло уже до того, что даже крупные партии товаров продают только за наличные. Есть даже такая специфика. Вы приходите на предприятие, есть одна цена по безналичному расчету и значительно ниже, если платите наличными долларами. Понятное дело, что если наличные расчеты, это только теневая экономика. То же самое во многих магазинах. В одном из торговых центров мы поинтересовались, сколько стоит новый сотовый телефон. Продавец ответил, что картой выйдет дороже. Банк дополнительно снимет 3% от стоимости товара за операцию. В то время как Европа мотивирует всех переходить на безналичные расчеты, на Украине, которая в Евросоюз стремится, все с точностью наоборот. Это, по сути, подтверждает и опубликованный недавно правительством анализ ситуации на украинском рынке. Цифры показывают, что экономическая политика нового правительства проблему теневой экономики только усугубила. В докладе Украинского министерства экономического развития и торговли, и экспертов, и журналистов больше всего впечатлил вот этот график. Он демонстрирует рост теневой экономики страны. Если верить этим данным, почти половина финансовых операций на территории Украины не учитывается и не контролируется государством. В местной прессе все чаще задаются вопросом, почему перемены пока только вредят стране. Один из журналов, например, на свежую статистику Минэкономики отреагировал вот таким фото. Опрос 20 экспертов, проведенный в апреле этого года, выдал неожиданный результат. Главной помехой модернизации Украины специалисты, внимательно следящие за преобразованиями в стране, сочли персонально премьер-министра. Одна из последних инициатив правительства Яценюка — ввести прогрессивную шкалу для расчета ставки единого социального налога на зарплаты и пенсии. Причем суммы зарплат, как утверждают экономисты, разработчики законопроекта просто взяли с потолка. В итоге для некоторых работников взнос в пенсионный фонд может вырасти аж на 200%, что, конечно же, вряд ли будет способствовать выводу экономики из тени. По этой инициативе директор должен получать в несколько раз больше, чем сотрудник. Одна незадача — возможности для предприятия платить директору в шесть раз большую зарплату, чем менеджеру, зачастую просто нет. Но налоги собираются снимать именно в такой пропорции. Если данная схема, не дай бог, станет законом, то просто позакрывается масса бизнеса. Теневые схемы очень хорошо освоили и украинские банки. Их собственники, которых теперь даже не могут установить, по подсчетам экспертов, нанесли государству ущерб на сумму около 5 миллиардов долларов. Это в 2,5 раза больше, чем, к примеру, годовой бюджет украинского Министерства обороны. Многие финансовые учреждения, получая деньги от Нацбанка, сразу выводили их за рубеж. Правоохранительные органы завели уже 326 уголовных дел. Банки обанкрочены, вкладчики остались и без денег, и без надежды их когда-нибудь вернуть. С коррупцией и теневой экономикой на Украине якобы пытаются бороться, но борьба эта выглядит как-то нелепо. Генпрокуратура начала расследование против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Он съездил в служебную командировку в Лондон вместе со своей женой и советником. Главного борца с коррупцией теперь самого подозревают в злоупотреблении служебным положением.